Шалом! Вы слышите подкаст «Че там мы, евреев?» Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в резком мире С вами сонные и невыспавшиеся Макс, Лев и Маша Привет! Лев, спавший час этой ночью Итак, Лев, почему ты спал только час этой ночью? Хорошо, я расскажу Мы договорились с моими друзьями, что мы поедем вместе на машине встречать рассвет Рассвет, ну, мы должны были выезжать около 5 утра, там в 4.45 Я согласился, мне казалось, что классная идея, но я забыл, что я засыпаю в 3 Вот и вся история Заснул в 3.20, проснулся в 4.15, сделал кофе, за мной приехал Юра, и мы поехали встречать рассвет Встретил рассвет? Да, было интересно, потому что мы не знали, куда ехать, мы вообще не знаем ничего В Израиле этих мест мы просто нашли на карте, Юра нашел место, написано «place for picnic» Написано на Google карте И мы поехали туда Приехали, там нашли какую-то дорогу, которая шла вообще в никуда На этой дороге, лавируя между колючей проволокой и бетонными блоками, которые просто лежали на дороге Мы приехали к заброшенному бункеру Из рисованному граффити И к каждому граффити, где было лицо, была синяя краска и перерисована писька Ну, то есть, видимо, пришел другой художник и, как сказать, реконцептуализировал это пространство Дал глубину, так сказать Дал глубину, да Как в Незнайке вот этот чувак, который портил, который не умел рисовать Ну, нет, потенциально, думаю, из него мог бы вырасти такой художник Незнайка или кто это был? Там был у Незнайки друг, который рисовал плохо Я не помню тоже Он очень хотел рисовать Блин, я не помню, ну ладно Может, это был сам Незнайка Ну, блин, он был такой странный Знаю ли я Тайлера Дёрдена Ну, короче, встретили рассвет, приехали сюда Все, вот я на подкасте спал час, выпил кофе Да, встретил рассвет Да Молодец, вот такой выбор Ну, я так подумал Стоит ли пустить по одному месту весь свой день Для того, чтобы встретить с друзьями рассвет Я решил, конечно, стоит И поехал Вот так Лев романтик Да Маш, как у тебя прошла неделя? Я просто уже не помню, что была эта неделя, что была прошлая неделя Без конца встречала рассвета? Все циклично Не, ну я на выставках что-то шлялась много где Вот, и была на одной выставке, которую вела тоже русскоязычная экскурсовод Саша Левина И она сказала, что она слушает наш подкаст всегда, когда убирает Я подумала, что надо завести какую-то форуму, где люди будут говорить, что они делают под наш подкаст Потому что нам уже писали там всякие штуки, что кто-то там в машине слушает Еще где-то, ну, в общем, прикольно Ну, классно, да, напишите нам, чем вы занимаетесь, когда слушаете наш подкаст Да, и если вы занимаетесь с сексом под наш подкаст, я просто респектнул Да В общем, особенно под бэкстейджи Значит, о чем? А, ну да, выставки были всякие очень прикольные На одной я была вчера, и там была выставка, нет, позвучавшись, где показывались процессы создания стоп-моушен анимации Это было очень круто, сначала этот первый этап ты смотришь много-много анимации Это час, если не больше, а потом ты заходишь в другое выставочное пространство И там представлены предметы, которые использовались в создании этой анимации То есть там такие маленькие всякие домики, вот этот, ну, все миры, которые очень круто выглядят И очень интересно, то есть ты видишь сначала, по сути, результат, а потом ты видишь, как на самом деле выглядит, ну, вот этот весь кропотливый труд, который на экране выглядит большим То есть тебе кажется, это большие фигуры, большие дома, большая мебель, а в итоге все очень маленькое такое, миленькое И, ну да, всякое такое, не знаю, еще я поняла, что я живу в каком-то районе отчаяния, боли и одиночества Потому что вчера вечером я смотрела какой-то очередной фильм с Луик Горелем и открыла окно, значит, а мое окно выходит прямо на халат Бениамин И видно там всякие дома, иногда там залипаю, смотрю на людей И тот человек, который сидит, смотрит за соседями Ну, не, не за соседями, но там оживленная улица, там что-то постоянно драки, скандалы, расследования, компания вид Ну, в общем, и напротив там живет девушка, и у него прикольная такая квартира, там стеклянная такая настройка на крыше И вся крыша ее, но на крыше вообще ничего нет, нигде сидеть, ничего, просто пустое такое пространство И вот вчера, я слышу, там у нее был супер грустный джаз, там играл вообще олдовый И она там вышла туда и стоит такая, смотрит вдаль, пьет вино, значит, грустит Я даже думала сказать ей там, эй, шалом, там думаю, блин, ну что-то будет вообще не то, мне кажется Да, она такая, привет, у меня отец умер Такая, блин, я не знаю, как у тебя это разговор теперь Я не понимаю, по-русски, можно по-русски Вот, и она, да, там грустила и все такое А потом, когда я сделала вид, что ушла Но не ушла? Она начала там танцевать, что-то грустно Вот, и я выбрала Можно грустно танцевать? Ну, есть такие танцы, типа техно, когда все твое тело дрыгается И тебе плевать, и ты танцуешь как в последний раз А есть меланхоличные, вот такое, вот, знаешь, как будто ты плаваешь Ты реально танцуешь в последний раз, что умрешь после этого По волнам разводов, по волнам измен И ты вот так вот И с вином еще, извините, вот так Балансируешь, чтобы вино Вот Понятно Я решил расширить свои кулинарные горизонты Мы решили приготовить форшмак Тут нужно сделать сноску, что это серьезный шаг Потому что мои кулинарные способности заканчиваются на том, что я могу красиво закидывать пельмени в воду Вот, разливать пиво по бокалам Вот, это мои сверхталанты Мы решили приготовить форшмак просто по секретному рецепту из интернета, просто по первой ссылке пришли И оказалось, что на самом деле это очень просто То есть я думал, что это прям нужно как-то возиться, там какие-то сложные приготовления Нет, ты просто берешь селедку, уже мертвую селедку, то есть не нужно ничего с ней делать Просто берешь селедку, берешь какой-то хлеб, какой-то лук, все это закидываешь в блендер, нажимаешь на кнопку и форшмак готов Идеально Получилось, кстати, неплохо На вид это было очень мерзко, но потом поставил в холодильнике и стал очень даже пригодным Там холодец получился, брат. Так вы придите к холодцу, реально, это же вообще... Для меня вот эти все названия, они такие-то магические создания из миров Гарри Поттера. Не знаю, холодец, вот этот форшмак, потому что это вот что-то семейное, что только мама и бабушка познают. Да, я обычно вижу холодец, только если кто-нибудь умер. Не, ну меня готовили на Новый год. А форшмак, мне кажется, маму заставляли готовить. Потому что, ну, типа еврейское блюдо. В общем, форшмак достаточно простой и вкусный, я люблю форшмак. Вот, его можно делать прямо дома, изи-пизи. Вот. Хозяйки на заметку. Пропаганда форшмака. Хозяйки на заметку. Можно это написать на заставке подкаста? Я люблю форшмак, ну как новость. Я люблю форшмак. Да, хорошо, мы так напишем. Теракты, убийства, ограбления, я люблю форшмак. Отлично. Может тебе форшмак. Идеально. Я книгу, я назову такую свою автобиографию, я люблю форшмак. Мак Светников. Тут должен быть, вообще должен быть звук открывающегося пива, как звук победы. Моей победы на долевом споре. Потому что мы в прошлом подкасте спорили о том, будут выборы, прямо сейчас перевыборы, развалится коллиция или нет. Коллиция не развалилась, как я и предсказывал. Как ведущий, политический аналитик этого выпуска, предсказывал, что на последней минуте они договорятся, выйдут к людям и скажут, что мы договорились, мы приняли закон, который отложит принятие бюджета и коалиция не развалится еще как минимум 100 дней. Вот так вот. Что ты, Лев, скажешь свое оправдание? Ну, я скажу, что действительно ты прав, ты был прав, и они реально договорились. Я вырежу вот это из дела 24-часовую версию, где Лев говорит, ты был прав, ты прав. Хорошо. Вот, соответственно, да, не развалилась. И я подсчитал политических аналитиков, они читали, что это первая вообще в жизни победа Бенниганса над Нитаньягу. Ну, потому что Нитаньягу шел на эскалацию, но в итоге сдал назад, попятился, типа, и они договорились сделать отсрочку. Но, по сути, ничего не меняется. Страна живет без бюджета. На это почему-то всем пофигу. Соответственно, что будет дальше, непонятно, потому что конфликты никуда не делись. То есть у них были конфликты, кроме, ну, бюджет, на самом деле, повод. Конфликты у них из-за того, что Нитаньягу и Ликут хотят назначать генпрокурора, юридического советника правительства и всех людей, которые будут судить Нитаньягу. Кахолилан против этого дела. Ну, и плюс у них еще такой конфликт, что Бенниганс хочет править вторым в этой ротации, а Нитаньягу пытается сделать так, чтобы этого не случилось. То есть и там реально очень хитрые юридические и политические коллизии. Непонятно, как это будет, но вот у Бенниганса, у него история, что ему нужно затягивать все это дело как можно дальше, а Нитаньягу нужно сломать коалицию. Но при этом, при этом единственный вариант, в котором Нитаньягу остается премьером, если он сломал коалицию, это если они конфликты за бюджетом. То есть если же бюджет будет принят, а Нитаньягу захочет развалить коалицию по другому поводу, то Бенниганс будет переходным премьером. То есть там прям забавная у них игра. Единственное, что, к сожалению, эта игра не имеет никакого вообще ничего общего с тем, что было бы хорошо для Израиля. Потому что они реально настолько наплевать, что у нас нет бюджета, министерства не могут нормально планировать деятельность. То, что у нас, допустим, министерство образования, нужны были деньги на открытие учебного года. В итоге их финансируют из экстренного фонда коронавируса. Потому что иначе школы не откроются, ну это, естественно, никого не устраивает. Ну а чтобы они нормально открылись, нужен бюджет. То есть, ну короче, это такой бред. В общем, вот такое... Я, кстати, не соглашусь с тобой, что Ганс победил, потому что Нетаньягу добился своего, он добился того, что они приняли к этим... Отложили на 100 дней принятия бюджета, но они приняли бюджет, по-моему, 500 или 600 миллионов шекелей, 400 из которых пойдут на ешивы, то, чем то, что требовали религиозные партии. То есть, он выбил эти поправки и плюс еще там какие-то небольшое дофинансирование. Ну, в принципе, они увеличили бюджет этого года на миллиард шекелей, там что-то такое. Ну, это все еще странно. Все еще против страны, все еще непонятно и так далее. Ну, и вот недавно был вопрос, по которому вообще правые и левые сравнялись вообще впервые, по-моему, за второй раз. Ну, типа у них было 60-60, то есть вот так вот. Интересно. Ну, это пока ты считаешь Либермана левым, но Либерман еще нанесет свой удар. То есть, думаешь, переветнется обратно? Ну, все может быть, все может быть. Все может быть. Известно, наши братцовские хасиды очень любят ездить в Умань к могиле Робинахмана на Рошашану, на Еврейский Новый год. И там, собственно, тусоваться, это у них такое место паломничества. Каждый год они ездят, там ездят с семьями поколениями, это каждый год, у них традиция такая. Но в этот раз в связи с коронавирусом, понятное дело, что у всех возникли вопросы. Как так? У нас тут в Израиле просто сейчас происходит, ну, все хуже и хуже. То есть, может быть, не хуже и хуже, но ситуация не улучшается. Каждый день находят по 2000 новых зараженных в среднем. Смертность у нас увеличилась. То есть, в Израиле в красной зоне среди всех мировых стран, мы вот в группе худших. Вот там вот, где рядом Бразилия, вот это все. Плюс по секторам, ортодоксы и арабы сейчас тоже хуже и хуже. Ну, то есть, те, кто живут кучно, те, кто живут бедно, ну, в данном случае ортодоксы и арабы, то есть, тут не национальности или религии, а тут, скажем, все просто... Плюс даже, может быть, не то, что бедно, люди, которые не очень любят выполнять какие-то постановления властей, у них нет, может быть, доверия среди, они не доверяют правительству, не доверяют каким-то запретам. Не доверяют никакие эти нормы и поэтому страдают из-за этого, частично, в том числе. В общем, проблема с этими хасидами. Хасиды каждый год ездят, для них это прям очень важно, big deal. Наш проректор, который занимается коронавирусом, Ронни Гамза, который сказал, никаких хасидов мы не выпускаем, потому что у них и так проблема, сейчас они пойдут там в Умань, будут тусоваться все в этих маленьких квартирах по 30 человек, естественно, все позаражаются и потом приедут в Израиль со своим коронавирусом, позаражают вообще весь Израиль. Никуда не годится, нельзя их выпускать. Естественно, наши религиозные лидеры сказали, пошел нахер Ронни Гамза, хасиды едут куда хотят. Тогда Ронни Гамза написал письмо Зеленскому, президенту Украины. Пока не Израиля. Пока еще не Израиля, но кто знает, кто знает. Написал письмо Зеленскому, что не впускайте хасидов, они всех убьют, не лезь, оно тебя убьет. Он говорит, никого не впускайте. Зеленский написал письмо, говорит, мне друзья из Израиля сказали не пускать хасидов, я их пускать не буду. Естественно, Лицман и Арьедери, это лидеры партии ШАЦ и Еду Татура религиозных, начали давить на Нетаньягу, что как так Ронни Гамза вообще тут распорядился, что он себе позволяет. Естественно, Нетаньягу сразу, потому что он, можно считать, в заложниках у религиозных партий, ему очень важна их поддержка, он начал говорить, нет, 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 мы ничего такого не писали, пустите хасидов на паломничество, то есть надо что-то делать. Да. И вот тут вошел конфликт с этим Ронни Гамза, с проектором, который вроде бы как должен спасать Израиль от коронавируса. С одной стороны, с другой стороны, его решения никем не котируются, то есть Нетаньягу его публично не поддерживает, его постоянно все критикуют, на него нападают, поэтому он пригрозил тем, что если хасиды не будут выполнять свое распоряжение, то он уйдет со своей должности. Ну не то, что хасидов, он сказал, что мне нужны полномочия, но это в принципе логично, то есть он, ну, чувак вообще не политик, он профессор, его наняли, чтобы он этим занимался, нанял, причем Ликут, ну смотри, как Ликут, коалиция на него, окей, ну Ликут, часть коалиции там, естественно, и вот они его атакуют с утра до вечера, реально, то есть там Микки Зоар дал интервью, это Микки Зоар, это глава фракции Ликуда в Кнессете, то есть такой очень ярый последователь Нетаньягу, прям, ну, читай, он ни в чем с ним не спорит вообще, у него нет своего мнения, он по сути такой, мне Нетаньягу там скажут. Да, проводник Нетаньягу. Да, то есть он там дал интервью к этому, этому, израиля Йому, в котором просто все интервью он нападал на этого бедного Рони Гамза, типа, что, ну, вообще, хочешь увольняться, увольняйся, поводов не ищи, работай, сиди, ну, такой прям интервью. Ну, это Лико, он, конечно, тоже самое все время говорит. Короче, что с этими хасидами? Часть хасидов попала в Украину, они летели, то есть не прямыми рейсами, прямые рейсы поотменяли, они летели какими-то с пересадками, там, через Турцию, как угодно, они в итоге попали в Украину, там, естественно, их начали тормозить, вот как у нас часто любят Бангурёни людей сажать в какие-то комнаты, где они там могут быть 5-6 часов ждать, точно так же украинцы закинули в какие-то временные изоляторы сотни этих хасидов. В итоге там начался скандал, израильские дипломаты вмешались, в итоге этих хасидов выпустили, им сделали проверки на коронавирус, их пропустили. Но дальше Украина поняла, что Израиль не сможет никак ограничить прилет хасидов, в итоге не закрыли въезд вообще для всех туристов, не граждан Украины на месяц, то есть ровно пока... На сентябрь. Да, на сентябрь, как раз когда закончится Росшана, и они все уедут. В Украине на Зеленского давит мэр Умани, который разложил палатку там перед его резиденцией, сказал, что я не уйду, пока вы не начнете что-то делать, потому что местные жители Умани тоже не в восторге от всех этих хасидов, которые сейчас приезжают и будут распространять, собственно, коронавирус, потому что, ну, они не соблюдают какие-то нормы, их очень много, они кучно, то есть Украина тоже прям не в очень хорошей ситуации, там тоже все плохо с коронавирусом. И тут еще приедут ребята из Израиля, где тоже все плохо. Естественно, ситуация улучшится. Ну да. Плюс они-то уедут из Умани, а коронавирус тут оставят свой. Да. То есть еще такое все. Ну, я могу так сказать, мне вообще дико пригорело с реакции ортодоксального сообщества, скажем так. Ну, типа, они объявили, что все дискриминация, только против них все, всем все можно, а им нельзя. И, короче, там была статья, которая только Бресовский хасид может понять, что для нас значит Умани. Я такой интересный, давайте почитаем. И там написано, мол, типа, каждый год после бар митцвы я ездил на Росшашашну в Умань. И каждый год там мой отец ездил в Умань, и там мой сын ездит в Умань. Если на эту Росшашашну мы не поедем в Умань, то мы, конечно, съедим яблоко с медом, но оно не будет сладким. Я подумал, пошел ты к черту, чувак. То есть, типа, у всех изменился образ жизни из-за коронавируса. У светских, у религиозных, у арабов, у друзов, у всех нет никого, у кого бы не был затронут этот самый образ жизни. То есть, тусовщик Йоси из Тель-Авива привык на Росшашашну жрать МДМА и танцевать на Рэйве, но в этом году он не может пойти на Рэйв. И он, конечно, съест МДМА, но он не будет сладким. Ну, какого черта, то есть, у всех изменилась жизнь, где есть дискриминация, то есть, ну, в таком духе. Вот. И то есть, у меня прям пригорело, вот так вот, видимо, люди обращаются к партии НДИ, которая такая яростная, антирелигиозная. Ну, потому что какая здесь дискриминация, то есть, всем плохо, и вам тоже плохо. Успокойтесь. Ну, нужно сказать, что важно уточнение сделать. Потому что сейчас выпускают людей из Израиля, например, в Грецию можно полететь, в Хорватию, еще куда-то, но по прилету ты попадаешь в карантин, в этот коронный отель, где ты сидишь 14 дней. А, серьезно, жазак? Да, сейчас без спор люди в коронный отель сидят. А хасиды не хотят сидеть в коронных отелях. Они хотят вернуться и не сидеть в карантине. Не хотят, вот, на самоизоляцию это максимум. Естественно, что они не будут сидеть на самоизоляции, скорее всего. Они будут сидеть, у них семья, там еще 10 человек. Да. В той же квартире, да. То есть, проблема в том, что они вернутся из Умани, и больше приезд в Израиль начнут жить как ни в чем не бывало. И это огромная проблема. То есть, понятно, что они могут перезаражаться. Это их право, если они хотят заразиться коронавирусом, мы не можем, типа, говорить ему нет. Хотят, пожалуйста, только пожалуйста, не нужно остальных заражать. Ну да. То есть, окей, идите куда-нибудь в условный коронный отель, где вы будете сидеть 12 дней, там переждете свой этап, когда вы переболеете коронавирусом, и все, вернетесь. Кто умрет, значит, так сказал Господь. Ну, это их позиция, что если кто-то умрет коронавирусом, значит, Всевышний так сказал. Ну да, но только проблема, что заразят еще кому-нибудь. Кому Всевышний ничего не говорил. А вот это Всевышний всем управляет, если ты заразился, значит, Всевышний тебя не любит. Понял? Ну, в общем, нет, не понял. Если МДМЭЛ для тебя горько, значит, Всевышний так решил. Вот так вот. То есть, вот так передай своему тусовщику. Ну, короче, мне пригорает, потому что я обычно занимаю какую-то более мягкую позицию в области этих религиозных конфликтов, но здесь не вижу дискриминации. То есть, ну, я считаю, что они, конечно, вот неправы. Ну, пандемия всех бьет. Ну, и, конечно, то есть, стоит упомянуть, что, разумеется, есть адекватные религиозные люди, ультра-ортодоксальные, которые сказали, что никуда не поедут, будут проводить дома. То есть, ну, их много, на самом деле, достаточно много. Но, естественно, видим мы только самых ярких дебилов. Но грустнее всего у меня тот факт, что лидеры занимают позицию, ну, вот тех, кто, ну, короче, вот этих недалеких людей, что нужно ехать в Гумань, не нужно никаких ограничений и так далее. То есть, ну, это очень плохая позиция чисто с точки зрения лидерства. Непонятно, как с ними иметь дело, в принципе. Вот такая вот история. Я хотел еще последнее по теме добавить по поводу того, что происходит сейчас совершенно в Израиле. Собственно, проектор, он хочет вести эту светофорную систему. Красные, там, желтые, зеленые зоны. Естественно, большинство религиозных городов, они подходят к красной зоне, потому что там высокий уровень заражения. И поэтому это ограничит их, допустим, собрание вместе и походы в синагогу. Да. То есть, это Рошашина, Йом-Кипур ограничат количество людей в синагогах. Естественно, религиозные сказали, что если это случится, то Нитаньягу... Коалиции конец. Коалиции конец, да. Коалиции конец, да. Лицман, Дерри все сказали, что если будут ограничения на походы в синагоги, то они этого никогда не забудут и припомнят все это Нитаньягу и всей этой коалиции. И, естественно, это прям шантаж, и для Нитаньягу это угроза, потому что ультра-религиозные партии это его главный костяк, главный союзник, потому что вот Йемина там откололась, Либерман его кинул, то есть его все кидают, кроме ультра-религиозных партий, которые всегда с ним, и это всегда легкие 16 мандатов, что очень много. Да, да. Ну и тут как раз я хотел сказать про Рони Гамза, его ультиматум про увольнение. Он был не про хасидов, условно говоря, он просто говорил, потому что он давно еще, как только он пришел, он вынес на светофорный план на утверждение правительства. Типа, что да, делим города на зеленые, желтые, красные зоны, зеленые не трогаем, красные вводим жесткий карантин в этом месте, желтые там смешано, короче, вот. Как сейчас у нас сейчас можно искать приблизительно желтые типа системы. Ну везде только, абсолютно всех касается, скажем так. Ну вот. А правительство это все не утверждает, потому что, ну вот собственно по причине, который Макс сказал, то есть вот он завтра возможно объявит вас об отставке. Если он объявит вас об отставке, ну значит типа, что все еще у нас политика по коронавирусу просто самая худшая в мире, мне кажется. Все ничего не делается, не могут назначить человека нужного, ну и так далее. Короче, здесь получается для Биби Вилка, то есть с одной стороны, если он не поддержит Ронни Гамза, то все там светские, правые, даже правые, которые умеренные, которые тоже не в восторге от всех этих поездов в Умань, они прям, он потеряет их голоса частично, потому что он прогнется. С другой стороны, если он не поддержит религиозных партий, он потеряет их голоса. То есть здесь у него, посмотрим, не Таньяго, опытный политик, он очень хорошо все разрулил, мы видим это. Спустя все эти выборы, спустя его суд, все это, он прям красиво все распетлял, посмотрим, как он справится с этим, прям интересно посмотреть. Ну, кстати, после интервью Микки Золора, где он критиковал как раз таки Ронни Гамза, чтобы закрыть эту тему, извините, очень долго, там высказались в комментарии к этой статье Ешатит, в лице этого, господи, лидера, Вапида, и Беннет, а нет, Смотрич даже, Смотрич, который очень религиозный, очень религиозный политик из партии Йемина. То есть у них есть Беннет, который тоже религиозный, но он обычно про экономику говорит, про управление, такие вещи, а Смотрич… И про работу. Да, Смотрич, это у него прям такая вот религия, вот это все. Вот они оба сказали, что, чуваки, отвалите от проектора по коронавирусу и дайте ему работать, ну потому что у нас корона вообще никак не касается, вот, не кончается. Все, закрыли тему. Значит, одна нашумевшая новость, которая произошла вот на прошлой неделе, она касается уничтожения граффити, она в какой-то степени сменяется как историческое, ценное для города Тель-Авив. Давай скажем, что это санкционированное уничтожение, а не просто, что кто-то уничтожил. Ну, я сейчас… Дайте раскрыть тему. Сначала я даю самый топ, самый высокая новость, а дальше мы развертываем туалетную бумагу проблемы. Маша учит нас подавать новости, дожили, ну давай. Так вот, почему, собственно, произошло уничтожение этого граффити. Значит, что из себя представляет граффити? Художник Рами Майери, который очень много работ по городу, его работ, и эта работа представляет из себя двух мальчишек, которые заглядывают в женскую раздевалку. Она находится на пляже Метитим, подглядывающей, и была… Эта работа вдохновлена на фильмом одноимённым Метитим. И вот это как кадр из фильма. Но после событий, которые мы обсуждали на прошлом подкасте по поводу… Изнасилования Вайлате. На мэра в очередной раз надавили по поводу этого граффити. Причём, что… Ну, интересно, что два года правозащитной организации и феминистские активистки, они ведут борьбу с этим граффити, и они писали мэру, чтобы его уничтожили. И мэр, в общем, не предпринимал никаких действий. Но прошлое вот это ужасное событие Вайлате, оно послужило таким толчком для мэра к пониманию того, что, возможно, пора расстаться с этим граффити. Причём, что сам художник, он не воспринял это как какую-то обиду ужасную. Ну, понятно, это как бы это… Работа, ну, как это искусство, да, и в искусстве должна быть с собой до слова. Но здесь вопрос немного другой, этический, и вообще, какой месседж, да, несёт вот эта картина. И несмотря на художественную, её ценность, к сожалению, было решено, что лучше с ней расстаться, так как важно то, какой месседж мы несем вообще в мир, да, а эта работа никак не способствует тому, чтобы поколение, ну, да, поколение мужчин, скажем так, новое как-то вообще образовывалось в плане отношения к женщинам. Что я видел, сейчас волна была этих протестов, которые тоже женских на Кикарабин в защиту прав женщин и против насилия. И появились по городу разные надписи, я вот видела одно из них, там было написано «Защищайте своих дочерей», зачёркнуто, «Они же обучайте своих сыновей». То есть, ну, разговаривайте с тем, как нужно вести себя, ну, в принципе, это не только касается к женщинам, а в принципе, но к женщинам, как мы видим, многие говорят, что где, почему женщины постоянно ноют, что их ущемляют, где это написано, что там что-то как-то незаметно этого, нет этого слова. Я мужчина и меня женщины не ущемляют, вернее, как это, я не чувствую ущемление. Что это где-то женщины чувствуют ущемление? Ну, вообще, это вызвало огромный резонанс в соцсетях, естественно, то есть, по поводу этого до сих пор споры и в арт-среде, вообще, насколько это оправдано, то, что граффити закрасили, да, потому что оно исторически важное и так далее. Но я могу сказать, что, например, с фонтаном дизингов, хоть это, ну, из другой области, но я имею в виду, что есть вот эти ценные какие-то арт-объекты, с которыми людям очень тяжело расставаться. В случае с граффити это потому, что оно еще привязано к культовому фильму, вот этому я не видела его, кстати, ну, там, а в случае с фонтаном там тоже это вся отдельная история. Мне кажется, я понял, почему постоянно переизбирают Биби. Людям просто очень сложно с ним расстаться. Они уже бретли такие, ну, как. Ну, Биби-арт-объект в какой-то степени, правильно? Как и Трамп, как и... Кого не возьми. Сам художник сказал, что он не против того, что граффити снесли, он говорит, что я, конечно, за собой творчество, но сейчас я вот такой граффити не смогу нарисовать, он сказал. То есть мир изменился, ну, и поэтому эту культуру убрали. Я считаю, что, ну, плевать. Остались фотографии, осталась память. Можно всю эту историю ствола граффити прочитать, осознать, понять, на какой стороне. Не нужно, чтобы оно там висело, на самом деле. Ну, потому что, реально, граффити с подглядывающими парнями, он нормализирует культуру подглядывания за женщинами, скажем так. То есть нападки людей на Хульдай мне странными, кажется. Ну, типа, серьезно, вас это волнует? Хульдай – это мэр Тель-Вива. Да, Хульдай – это мэр Тель-Вива. То есть это вот то, за что вы критикуете Хульдай, за то, что вот он, типа, граффити закрасил под давлением женских активисток после чудовищного насилия в Вейлате, вот за это. Ну, если вы хотите, ну, вы, видимо, странные. Ну, я думаю, что злость еще вызывает то, что он раньше на это не пошел. То есть только понадобилось вот такое вот ужасное какое-то событие, что, ну, два года, то есть его просили, доказывали о том, что это сейчас неуместное, неэтичное граффити. И только вот из-за такого происшествия в Вейлате он согласился его стереть. То есть все-таки тоже, мне кажется… Ну, так работает мир, на самом деле. То есть… Извините. Не, ну, блин. Ну, это правда, как бы, то есть, на самом деле, вот в Израиле очень замонополизированная страна. У нас есть монополии в, там, интернете, там, строительстве, в бетоне, там, везде. Ну, серьезно, это некоторое наследие того, как у нас строился, там, социализм израильский и прочее. Очень мощные профсоюзы. Но, когда есть переломное недовольство людьми чем-то, то сразу возникает политическая воля. Как пример, реформа телефонной связи. То есть раньше стоила мобильная связь очень дорого, сейчас она стоит очень дешево, потому что они разделили крупных этих самых… Потому что так охлон. Ну, да, усилили конкуренцию, вот и сработало. Как только точки кипения доходят, они это делают. То есть я уверен, что израильтяне жаловались на это дело в течение лет десяти до этого еще. Но пришли к точке кипения, это изменили. Да, проблема еще в том, что, как ты говоришь, часть людей за, часть людей против. И поэтому он решил, мэр, собственно, что нет смысла сейчас это делать, потому что сейчас начнут все вонять, оно ему надо. Недавно были перевыборы, оно ему нужно было поднимать эту бучу. И поэтому сейчас дал вид, что есть прям очень много людей против этого. И поэтому он решил снести, чтобы, во-первых, часть людей как бы не то чтобы порадовать, но как-то успокоить, что мы что-то делаем. То есть понятно, что уничтожение этого граффити, оно не поможет решить проблему насилия над женщинами. Но это такой какой-то шаг, где он может поставить галочку, что когда вас спросят, а что вы делали, чтобы остановить насилие над женщинами? Ну, я убрал граффити с пляжа. Вот, это будет его ответ. Ну, спасибо на этом, да, скажем так. Мне нравилось еще. Ну, оно не улучшает ситуацию, мне просто позабавило решение, что перенести в эту раздевалку мужскую раздевалку. Ну, то есть типа, что парни поглядывали за мужиками. Это, кстати, было бы по-тельвивски. Это смешно по-тельвивски, но в принципе не решает проблему. Это правда. Ну, потому что кто знает, что мужская раздевалка? Скорее всего, парни попадают за женщинами, anyway, даже в Тельвиве. Нет, ну, есть всякие истории, когда граффити закрашивали, но оно продолжало жить в плане в негативном. То есть там происходила какая-то коммуникация прямо на стене. То есть, возможно, как арт, какой-то объект в плане образовательной, какой-то ветви, да, было бы интересно, если бы тоже там оно было перечеркнутое, там что-то было дописано, ну, как с вот этой вот историей про защищайте своих дочерей, там, зачеркнуто, и образовывайте сыновей. То есть, возможно, в этом бы, ну, хотя бы, я думаю, это восприняли бы как вандализм, но я видела там вот историю даже в Харьковском граффити, в которой работа была Гамлета, это известный такой художник харьковский, его закрасили, ну, там ЖЭК очередной закрасил работу, и дальше там всякие просто люди, они на этом же месте, они писали разные штуки, которые продолжали идею художника, их закрашивали. Там за этой стеной следили просто в соцсетях миллионы людей, потому что там каждый день появляется какая-то новая фотография, что там дорисовано, и оно все было связано с вот этим вот первой работой. Дуров убрал стену, и люди нашли стену просто харьков. Ну, это прикольно, это интересно. Да. Посмотрим, что будет появиться вместо этого граффити там, на пляже. Ничего, мое предсказание. Я уже не готов спорить с тобой на пиво, я уже одно проиграл. Я не уверена, мне кажется, что-то там появится. Что, готова забиться на пиво? Да. Ну, все. Маша считается, какое время сдадим? Встречи детей несколько месяцев. Давай какой-то временной термин. Ну, два. Два месяца. В течение двух месяцев на граффити, на месте граффити подсматривающих пацанов на пляже Метацим. Только важно, точнее, не Маша там нарисует что-то, потому что в последний день Маша такая, ладно, я сама все сделаю. Я считаю, что ради машинного граффити я бы не принимал этого слова. Вот. И Максим считает, что не будет ничего нарисовано. Спор на пиво. Ура. О, хорошо-то как. Давнонько меня тут не было. Да, зрители спрашивали, где же я. Ты писал форму, верну тебя, Яш. Я не писал форму, верну к мне. Ой. Мы пересчитали смски, и ты проходишь, возвращаешься в проект. Уху! Спасибо тем, кто писал форму и комментарии, спрашивали насчет меня. Мне приятно. Я хочу поделиться радостью. Во-первых, что уже произошло? Я сегодня утром, пока ехал сюда, обнаружил, что штука, про которую рассказывал в последний раз на Олекс Моуксе, я выложу в открытый доступ на Патреон, я ее записал в свою лекцию. Специально для кафешек разрешили забирать три парковочных места под то, чтобы ставить столики, и можно было на улице размещать людей. Я считаю, что это круто, я увидел наконец, что это реализовано, и я этому дичайше рад. Вот. А ту новость, которую я вообще планировал рассказать изначально, это мэрия Тель-Авива опубликовала план по транспортному развитию города до сорокового, по-моему, года. Скажи просто, метро достроят до сорокового года? Мне вот один вопрос интересует. Слушай, хороший вопрос, меня самого волнует. Очень сильно волнует. Но в течение вот этих ближайших 20 лет планируют массовую, такую очень крупную перестройку Тель-Авива в плане улиц, транспорта и так далее. Очень сильно перерабатывают транспортную сеть, очень сильно расширяют велодорожечную сеть. Сейчас это будет какой-то системный подход, это будут делать велодорожки, это будут делать хороший общественный транспорт, это делают сеть трамваев. И, кстати, что просто я, они расширят тротуары, потому что, я не знаю, мне вот эти вот узенькие тротуарчики, в которых просто двум людям вот так вот разойтись очень сложно, я не могу. Ну нет, будет как в Москве, они будут поднимать эти ветхие здания, синагоги, двигать их туда. Как они расширят-то? Слушай, ну за счет проезжей части, по большей части. И смотри, то есть на самом деле некоторые улицы для машин вообще закроются, они станут пешеходными. Ну и на Флориде, там сейчас стали перегораживать, ну вот в Южном Тольеве стали перегораживать части улиц тоже, они стали пешеходными. Поставили там крайне всратые стальные стулья, на которых можно посидеть, но вот если ты не хочешь, чтобы у тебя случился рак спины, то есть вот я не рекомендую. Но в остальном отличное начинание. Ну то есть это такая, знаете, урбанистическая уличная зона по-израильски. Улицу перегородили, поставили какие-то странные стулья, типа развлекайтесь, короче. Ну и ничего, развлекайтесь. Но теперь это планируют сделать по-человечески. Ну на халате поставили просто пивные коробки. Не, на халате нормально. Не, пивные коробки, вот эти, которые ящики для пива, они поставили их вместо сидений, то есть они сидят, а столы там, ну какие-то ящики чуть побольше. Вот, это то, что от кафе, вот то, что ты говоришь, что можно сейчас на... Но они прям стоят, то что раньше была проезжая часть, то есть сейчас оно, то ли по вечерам они делают ее пешеходной, она как-то частично. Да, я тоже там ходил недавно, он был перегорожен для машин, прикольно. Ну, кстати, да, то есть там на самом деле был пункт и про бизнес, но я не успел его хорошо изучить, то есть в том числе, то есть и явно расчет на то, чтобы у кафешек были места и так далее. Вот, ну что меня еще особо прет, я на это ругался очень сильно, когда приехал в Израиль, то что тут вроде бы как расстояние очень близкие между городами, но ни на машине между ними перебраться нереально. Ну, пешком не дойдешь. Пешком не дойдешь. Но не потому что, типа, далеко, а потому что вот есть только дорога, а пешеходу пройти просто негде, там велосипедисту проехать негде. То есть мне для того, чтобы, скажем, приехать из Рамадгана в Решен-Лицон, нужно было делать вот такой вот большой крюк через там холон, под ям. А сейчас планируют в рамках всего же этого, кроме того, что сделать... Сеть телепортов. Почти. Гиперлуп. То есть кроме того, что делают помимо поездов еще и трамваи, которые ходят вот в эти ближайшие города, вот видимо их будут строить до 40-го, до 25-го года они обещали построить велодорожки в другие города. Водное такси. С тротуарами. Водное такси. Вертолеты, камотный... Трамвай вылет. Ну хорошо, хорошо. Это хорошо. Дирижа. Я теперь смогу доехать до Решена на велосипеде, я счастлив. Зачем тебе туда, Яша? Ну потому что там периодически что-то бывает нужное. В Петахтику на велосипеде не по трассе. И кому там еще не нужно. В Петахтику вообще не существует, блин. Яша. Фантастика. Фантастика, да. Какая дренарная. Зачем туда ехать на велосипеде? Что за очереди? До Холона доезжаешь? До Холона на велосипеде можно доехать. Ну вот так сейчас. Хорошо. Вот нормальные новости. Я не спорю. А что для пешеходов делать? Я люблю ногами передвижать. Широкие тротуары. Широкие тротуары. Кафешки хорошие. Ты сможешь широко расставить ноги ходить. Да. Транспорт нормальный. То, что тебе не придется ехать с десятью пересадками вот так вот через весь Израиль, чтобы приехать в место, которое находится вот буквально. В меня перестанут врезаться велосипедисты? Да. Спасибо. Все, что я хотел знать. Это вот, понимаешь, это ключевое, для чего нужна велотранспортная сеть, для того, чтобы велосипедисты перестали врезаться в пешеходов. Потому что у них будет отдельно. Да, я хочу безопасную зону, где я слушаю громко музыку, и я иду по специально выделенной дорожке, что называется пешеход. Я пешеход, я иду по своей дорожке, слушаю громко музыку. Я не хочу, чтобы мне бибикали, кричали, на меня двигали, меня перемещали вот так и другие стопы, потому что это, ну, неправильно. Меня дико вбешивает. Маша живет в мире Петриса, и она фигурка там. Я так все чувствую в Тель-Авиве, кстати, там отойди, туда подвинься, тут не стоит. А я вообще-то иду по пешеходной своей дорожке, она специально для меня проложена была. Теперь она будет работать, ну, когда достроит, если достроит так, как написали. Как это странно, что в этом городе даже пешеходная дорожка не работает, тебе не кажется, что это странно, что нужно что-то делать, чтобы заработала пешеходная дорожка, которая просто... Делают? Просто цемент, бетон. Все, извините. Да. Люблю урбанистику, просто всегда как-то заводят. Ну, смотри, ты поддерживаешь мою радость, потому что когда сделают, не будут тебя сносить. Ладно, возвращаю Макса вам на место. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Яша. Новости интересные. Интересно, будем ли мы жить здесь через 40-20 лет, но новости интересные. Ну, еще одна грустная новость. Много про нее особо не скажешь, но у нас был очередной теракт в Петахтикве. Напал с ножом араб на еврея, зарезал его. Скорая приехала, забрала, но он умер в больнице. Вот. Очень грустно. Сложно сказать. Ну, палестинец, который жил в деревне, находился в Израиле легально. То есть, по разрешению на работу, разрешения на парять людей ножами, конечно, не было. Вот. Ну, его сразу схватили. Будут судить. Скорее всего, дом снесут. И так далее. Вот. Такие грустные новости. Да. Тут еще грустная новость в том, что... Ну, как грустная, это как факт. Еще один пример, почему Биби очень часто за него голосуют. Потому что в последние годы не было летальных случаев терактов. То есть, были периодические теракты, но чаще всего это было либо легкое ранение, либо предотвращали теракт еще до его начала, можно так сказать. И это был один из пунктов, почему за Биби постоянно голосуют. Потому что он принес какой-то, ну, относительный мир. То есть, люди хотя бы не умирали. То есть, не было этих сводов, что он там умер погиб. Не, ну, точно, погоди, точно умирали? Не, ну, точно, я точно помню, что был теракт с наездом на военнослужащих, которые там двое или трое погибло прям в Иерусалиме я там жил, как раз, около этого места. Ну, это давно было? Ну, года три назад. Вот. Это имеется в виду, что последние годы не было совсем летальных случаев. Ну, ладно, хорошо. И вот сейчас, к сожалению, это опять возобновилось. Посмотрим, это единичный случай или какая-то будет массовая, какая-то не массовая агрессия, будет видно. Так, на пятиминутке рефлексии я говорила про то, что я была вот на экскурсии с Сашей Левиной. Сейчас я, к кому-то говорила про это биеннале, но его переносили за короны. Вот. То есть это биеннале искусства дизайна Тель-Авиви, это впервые, которое проводит такое биеннале крупное. Оно проходит в музее Израиля, но не путайте его с Иерусалимским музеем Израиля. Есть музео на РЦ Сраэль в Рамат-Авиве, совсем рядом с Тель-Авивом. И это вот этот музей. И там около 250 работ. Там на посещение этой выставки нужно заложить, мне кажется, часа три, чтобы все успеть. Потому что сама территория музея очень большая и красивая, и интересная. Вот. И как вот опыт первой такого биеннале, он достаточно крутой. И суть его то, что он показывает пересечение материалов крафтовых. То есть там в основном все работы, они или из стекла, или из бумаги, из текстиля и керамики. И то, как эти материалы существуют и работают друг с другом. И там много интересных экспонатов. Еще вот в пост Торбут, я на днях, надеюсь, закончу этот пост с обзором некоторых работ. Естественно, с уклоном на репатрианские проекты, которые я просто обожаю, что там люди делают. Ну, всегда... Ги-юр. Да, там, во-первых, там вообще была работа... Не, не про ги-юр. Там была работа, которая называется иммиграция. И там эта работа выглядела, как скамейка. И на нее проецировалась плесень. Я думаю, что они такие. Я думаю, что они такие. Я вступила в споры, разговор, что мы плесень, мы что плесень, все, кто сюда приехали. Но так странно, меня только смутило одно, что это все было в японской технике. Я думаю, что иммигранты японцы плесень, что в чем? В чем проблема тут у нас, в общем, пока я не разгадала. И еще... Ну, работы забавные. А еще был большой мотоцикл, который сделал стеклодув, то есть он весь из стекла. И это, ну, размером с реальным мотоциклом. И суть в том, что у художника была мечта займеть мотоцикл. Вот. Но он так его не займел. И он сделал вот этот из стекла, типа как... Ну, можно сказать, как символ такой мечты, да? Хрупко все. Но этот байк купили за бешеные деньги. И теперь он может купить себе много настоящих мотоциклов. Понимаете? Крутая история. Это тоже русскоязычный такой чувак. Ну, в общем, интересно. Многие всякие такие проекты. Так что я рекомендую к посещению. И к тому же 3 сентября вот Саша Левин, она будет делать экскурсию по этому биеннале, где на русском языке она тоже расскажет про разные проекты. Поэтому кому комфортней слушать на русском... Да. Или Петь Шахутинского еще будет. Эээ, не знаю. Третий сентябрь. Ну, типа того. Переверните календарь, да? Значит, так. Еще, продолжая тему выпускных выставок, есть такой Холонский технологический институт, где есть кафедра дизайна и... Кафедра техно. Нет? Извините. Кафедра техно. Я просто пошутил. Ну, я не успеваю с шутками в своей рубрике. Подождите, я не успеваю. Вот. И это, кто знает, есть Холонский музей дизайна, который очень круто выглядит, такой как спираль. Вот. И там рядом, собственно, этот институт. Так вот, они делают выпускную выставку факультета визуальных коммуникаций в Тель-Авиве, в Аберхам Хостел. Туда тоже обязательная регистрация по ссылке, которая есть в ивенте. Так что не провтыкайте, зарегистрируйтесь. Я уже зарегистрировалась сразу. Вот. Это будет с 6 по 12 сентября. И есть такой еще Мидраша. Есть университет, колледж Бейт Берль. И у них есть факультет искусств, который, ну, они так называют как Мидраша. Он находится в Кварсабе. Мидраша – это женская религиозная школа, да? Я путаю. Ну, по-разному он называется. Все, извините. Это как Мидраша Манут. Мне кажется, это как… Ну, это как отделение. Все, простите. Простите. И вот до 10 сентября в Кварсабе можно посмотреть эту выставку. Там тоже запись на посещение через WhatsApp. Так что я там никогда не была. Мне кажется, что я бы хотела съездить. Вот. Это просто еще к выпускным выставкам. А, в воскресенье. Я взяла на работе выходной, чтобы поехать смотреть выпускную выставку Бецалеля. Потому что это будет предпоследний день ее работы. И мне вот… А там запись закрыта была. И я неделю постоянно проверяла, может что-то появится, что-то это… Обновлял, обновлял. И вдруг там появилось 30 августа, 12.00. И я быстро записалась. Вот. А потом подумала, что блин, это же рабочий день. Ну, отпросилась, в общем. Круто. Знаете, что в Израиле реально можно отпроситься на такую штуку. Вот. У меня не говорила, на что отпрашиваясь. Потому что… Она сказала, что у нее рак. Кошмар. Не, ну я просто взяла выходной. Потому что у меня был. Я думаю, блин, так жалко, у меня так мало. Но… Я всегда раньше брала, чтобы когда-то полететь. Ну вот, полетишь в Израиле. Да. Ладно. Вот. А теперь я еще присоединюсь к блоку культура. О, боже мой! Сейчас небеса разверзнутся. Сейчас я покажу вам… Ладно. Короче, на YouTube-канале Явы, где выходит наш подкаст, появился документальный фильм. Называется «Свалка Мов». «Свалка Мов». Спасибо, Яша. Это документальный фильм про арт-спейс «Свалка», который делали наши друзья. В частности, Юра. Я про него рассказывал в начале. Он был у нас в выпуске с Долгополовом, Сашей последним. Короче, это был, по сути, магазин секонд-хенда. Ну, и также place, где можно было сделать вечеринку или какую-нибудь выставку и что-нибудь. То есть там тоже, кстати, делали выпускники этой самой, одной из арт-школ здесь, я не помню, тоже какую-то свою выставку. Там баба… Там, где женщина в фонтане. Да, женщина в фонтане крови. Да, это та самая выставка. Вот. Я к тому, что и фильм реально получился клёвый. То есть я не ожидал, потому что фильм сделан из нарезок, просто кадров, которые там снимались, фотографии, сторис, то есть и за кадром голосом Юры. И плюс они написали про этот фильм специальный трек. То есть там был диджей Макс, который посмотрел их материал и написал прям под него трек, который идет без шоу на весь фильм, там, ну, с падами на голос, там, вот так далее. Очень клёво. И реально он хорошо воспринимается, как такой движ. И что мне понравилась мысль Юры, кроме там всего, что свалка, я же, ну, она в реальном времени для меня открывалась, что я с ними там был постоянно, там, периодически мне там пытались затянуть их команду вначальную, я от этого слился. Вот. Но. Они говорят, мы нашли помещение. Я говорю, клёво, где? Он говорит, вот прямо вот здесь, на Флорентине, но его через полгода снесут. Я такой, ну, это очень странное бизнес-решение, открывать магазин в месте, который снесут через полгода. То есть вы только-только покупателей приучите к тому, что там что-то интересное происходит, вам нужно менять место. Они такие, да, нормально будет. И, короче, вот Юрин поинт в том, что в итоге место получилось таким интересным, разнообразным, с кучей всякого-всякого, потому что оно реально закрывалось через полгода. Это как ваш поп-музей, он, да, я называю, нет, да, которые на три дня открывают музей, потом дом сносят, типа, да. И у людей, разумеется, понятно, что нужно успеть, нужно успеть сделать и так далее. Вот. Поэтому место получилось таким клёвым. Фильм идет 20 минут. Ну, я рекомендую. Я посмотрел, мне было классно. Блин, кстати, ты сказал про поп-оп-музей, и я вспомнила, что будет новый поп-оп-музей, и на него сейчас open call. До 6 сентября можно подать свою работу, идея проекта, для вот участия в новом поп-оп-музее. То, что делают в сброшенных зданиях, то есть на все здания, все комнаты разрисовывают разные художники. И обычно я всегда пропускаю open call на поп-ап, потому что я вообще не очень понимаю, где они появляются. Ну, здесь меня кто-то отметил там. Я надеюсь, что, может быть, мы что-то подадим туда. Клево. С вашей информацией? Да, я бы хотела, чтобы мы поучаствовали в нем. Классно. Очень мне нравится. Отправлять. Да. Все, так, куда отправлять смс-ки? Ээээ... Никуда. Хорошо. Богу. Хорошо, я садюсь. Это Кассидом. Мы посмотрели фильм, анонсировали, что мы посмотрели фильм SWAT 2010 года, фильм Ави Нэшера. Ави Нэшер – это, можно так сказать, бать израильского кино, очень культовый режиссер и сценарист. Он, мы смотрели его фильм «Другая история», как раз вот с той девочкой из фильма про русалок в краёте. Нет русалок в краёте. Да, то есть всё завязано. Все тут, все в Израиле друг друга знают. Переплетено, как сказал Бек Симирон. Да. Всё именно так. Вот. И ещё он, режиссёр очень крутого фильма «Секреты», который давно как-то смотрел, очень вам рекомендую, израильское кино, топовое. Но мы посмотрели фильм SWAT, который также мне очень понравился. Значит, в чём суть фильма? Показана Хайфа 86-го года. Угу. По-моему, раньше, по-моему, 70-го. 68-го. После Шестидневной войны. Да. Да. 86, 6, 8. Какая разница? Кто эти цифры запоминает? Правильно? Вот. 68-й год. Хайфа. Нам показывает 16-летнего мальчика Арика, который устраивается на подработку к SWAT, которого зовут Янкель Брайт. Такой мрачный, жёсткий мужик. С шрамом вот так всё лицо. С шрамом на поллицо. Он бы хорошо снимался с Корсезе, он бы получил хорошую роль, я уверен. То есть этот человек, переживший холокост, и вот он к нему устраивается на подработку, чтобы шпионить за потенциальными женихами, проверять их встречи. Нужна ли им свадьба, каких-то у них есть на стороне. И всё. Такие какие-то расследования. И вот, собственно, сюжет как раз построен вокруг этой жизни Хайфы 68-го года, Нижнего города. Хайфы, где зоны порта, где разные люди, и арабы, и проститутки, и лилипуты. Кинотеатр карликов, да. Ну или футов. Да, все подряд. И очень, ну, как бы очень колоритно и очень интересно. Как те фильмы? Мне понравился фильм. Очень классная история. Очень классно снята. Потому что я реально всё время думал, что это старый фильм. То есть он снят по старину. Всё очень клёво. Ничего не выносит тебя в реальность, скажем так, в этом фильме. И... Ну и что мне понравилось? Мне понравилась история. Мне понравилась игра актёров. И в целом он реально мне очень понравился. То есть я прям посмотрел фильм. Классный фильм. И там был переломный момент, который ломал вообще всю историю. И это тоже было классно. Я не хотел бы спойлерить, если честно, если кто-нибудь будет смотреть. Ну, то есть... Короче, там просто вы смотрите фильм, и он сначала для вас воспринимается как, ну, некая просто лёгкая история любви там, да. Вот. Но в конце, ближе к концу, и вот этот перелом, который показывает, что фильм, на самом деле, про поколение людей, которые пережили Холокост, и как они вообще пытаются в этом Израиле... Ну, типа, как они переживают эту травму постхолокостную, травму выживших. И, соответственно, ты смотришь вообще по-другому на этих людей, на всех. Вот. И это очень классно. Как тебе, Машфин? Мне тоже понравилось. Ну, я со львом согласна. Еще мне забавно, что там говорили, что вот Нижний город, да, знаете, не ходите, дети, в Африку гулять, то есть не надо ходить туда лишний раз. Вот. А сейчас, ну, даунтаун, это типа крутой хипстерский, там локейшн, там барчики, да, все эти граффити тусовки, движения. Я жил год в Нижнем городе, мои родители жили в Нижнем городе. И там есть разные районы. Есть район Порта, где как раз делали туристическое место, где бахайские сады там начинаются, там все хорошо. Там есть дальше районы, скажем, похуже. Вот. И там все еще не очень клево кое-где. Не, ну джеттрификация по себе. Да, да. Мне все так клево, мне так понравилось, что вот ты там выходишь, идешь по этой лестнице вниз, там везде с ними здоровьешься, что ты там знаешь, соседи. Так прикольно, думаю, как было бы клево. Я в своем доме ни одного человека не встретила. Познакомься. Я не вижу никого физически. А, ты же видела женщину, которая танцовала. И закрыла окно один. Да, она далеко, она примерно... Надо было взять бутылочку вина и к ней пойти. Так, знакомиться в Тольвию. И плакаты развернуть. Она далеко. Ладно. Через дорогу. Это так далеко. Ну, то есть просто поговорить я не могу с ней, она сильно дальше. Ладно. Оправдано. Да, я еще хотел добавить про фильм «То, что ты говорил, Лев». Это интересная тема, про которую мало говорят, про людей, переживших Холокост, как к ним относились в Израиле в тот момент, когда они приехали. Да. То есть сейчас-то у нас есть вот Яд Вашем, мы постоянно чтим память, у нас есть специальные дни, у нас есть там парады, шествия. То есть сейчас к этому относятся очень серьезно, но в момент, когда эти люди, пережившие после лагерей, приехали в Израиль, к ним относились очень предвзято, люди, которые здесь жили. Да, кстати. Потому что логика какая? 6 миллионов евреев погибли, а почему не погибли вы? То есть что сделали вы, чтобы выжить? И у многих людей закрались сомнения, то есть что они делали? Они сотрудничали с нацистами, то есть были люди, которые не евреи, которые охраняли лагеря, там работали. То есть они пережили частично из-за этого. Разные случаи, разные истории есть. И поэтому ко многим относились очень предвзято. Так что вот事 что условие И люди, которые пережили такую трагедию, этот холокост, они приезжают, они очень хотели приехать на свою новую родину, хотели стать израильтянами какую-то новую жизнь начать. И их встречали вот так вот, то есть они пережили такие ужасы и их встречали очень жестко. И естественно, это наложил их отпечаток. И это очень клево, что мне кажется, это один из немногих фильмов, где показана жизнь людей, как раз переживших Холокост. То есть обычно нам показывают либо сам Холокост, который вот процесс... Ну да, трагедию саму. Либо там далеко после. А почти нет вот того, что показывают, как люди после этого живут. То есть после переживших трагедий, вот их жизнь. И это очень клево, в этом фильме показано. Я думаю, что фильм как раз во многом об этом. И я прям рекомендую, чтобы немножечко расширить свой, может быть, горизонт понимания того, что происходило в Израиле как раз в 70-х годах. Там эта жизнь, она неплохо показана. Ну да, но я должен сказать, что я не каждый фильм готов рекомендовать просто людям обычным. То есть из тех, которые мы смотрим, вот этот готов. То есть фильм SWAT 2010 год. Ну реально просто хороший фильм. Очень классно посмотреть. Ну и плюс все эти вопросы, про которые мы говорили, но добавляют глубину из них задуматься. Вот и все. Да, это правда. Поэтому вот, мне кажется, был Мактуб мой. Вот был самый любимый фильм, который мы смотрели. И вот я поставил бы SWAT пока на второе место. Вот у меня идет это поровну. То есть я оба готов Мактуб или Мактуб. Вот этот рекомендовать просто посмотреть. Следующие фильмы будем смотреть. Я его выбрал. Поэтому, если что, вся вина на мне. Называется выпускной. 2018 года. Таль, гранит. Режиссер. Вот. Посмотрим, что это будет. Там описание не очень понятно. Вот. Будет видно. Хороший это фильм или не очень. Скорее всего, нет. У нас есть два вопроса в нашей форуме обратной связи на этой неделе. Во-первых, в первой комментарии. Маша Тендрила супер. Позовите еще как-нибудь, пожалуйста. Спасибо огромное за отзывы. В принципе, у нас выпускаем много смотрят и слушают. Это прикольно. Спасибо огромное. Рассказывайте друзьям. Позовем, если будет тема. То есть, если вы предложите, с какой стороны ее позвать, то мы, конечно, подумаем об этом. Вот Маша хочет позвать парня-палеоморщика. Парни-палеомора, который тоже грамотно осознанно-осознанно-то делает. Позовите его на эти весы, чтобы взвесить их. Чтобы с Машей смыслом. А, хорошо. Вот такие вот желания у Маши. Ну и вообще, какая тема? Любовь это вечная тема. Согласен. Ну, просто хочется какой-то вектор. То есть, Машу мы звали под Тубиаф. То есть, если мы придумаем, куда еще раз позвать Машу, давайте позовем Машу, если мы придумаем, ну, как позвать парня, давайте позовем парня. Не знаю, кого. Подросшешь она, почему любовь не такая сладкая больше. Как МДМей. Ладно. Короче, друзья, если у вас есть знакомый осознанный полиамор, который интересно может вам это рассказать, который живет у нас в Израиле, поделитесь, мы его подумаем потом. И познакомим его с Машей. Ой, есть, подождите, смешно. Я когда-то была дома в Узбекистане, на такой мини-экспедиции, и там были всякие синагоги старые, а там реально еврейская община, она еле выживает. Я представляю, что полиамор в Узбекистане, который стучит по арбузам, простите. Что? Да нет, я не про полиаморов. И там был такой рэб, просто такой персонаж, я не знаю, такое у него лицо, прям, ну, очень красивое все. И в этих синагогах, в Бухаре, была тоже там, которые они пытаются сохранить вообще все это. И, ну, и мы там были группой, и там можно бы задавать ему вопросы. И кто-то спросил, а как вы относитесь к смешанным бракам сефардов и ашкеназов? И он сделал такую паузу, он поставил куда-то вдаль, прям сидел, долго молчал. Все такие, все такие напряглись. Вот, и он такой где-то через минут пять такой, ну, что я могу сказать? Любовь не сказка. Я вижу, что вы не спросили про браки неевреев все время. Я думаю, ответ был бы такой же, если честно. Он был бы просто думану 30 после этого, не знаю, а не 5. Вау, ну я помню этот момент до сих пор. Прикольно. Ну да. Классно было бы его в подкаст позвать. Да. Чтобы подытожить. Можно просто вырезать породу и подытожить подкаст. Как вы относитесь к полям моря между сефардами и ашкеназами? И он такой, у нас на 8 минут только просто. Да. Ладно, второй вопрос в форме. Чем в Израиле отличается теракт от убийства? Если еврей-евреи, это убийство. Если петахтикве-палестинец-евреи, это теракт. Ну, это просто на самом деле. Давайте уберем еврея-палестинцев отсюда просто. Если типа мотив террористический, то есть запугать какую-то группу лиц, то это теракт. Если мотив там бытовой или там криминальный, там типа делят территорию там кланы, банды, не знаю, то это не теракт. Вот. Соответственно, например, был теракт, когда еврей у нас убил премьер-министра, как арабина. Это очевидно теракт. Был теракт, когда еврей убил арабского подростка, например, после того, как арабы похитили, ну, из газа пришли террористы и похитили 4-х подростков израильских. И сожгли реально палестинского подростка. Это очевидно был теракт. Это очевидное преступление на почве ненависти и так далее. То есть, ну, чисто этим. Вот. Нет такого. Есть что добавить? Да нет. Ну, вот как бы есть необязательно теракт. Это только когда арабы убивают евреев. Есть евреи, которые убивают арабов. Точно такие же теракты. Их признают терактами. И людей точно так же садят в тюрьму. И, конечно, это все происходит. Это очень громкие там процессы. Чаще всего. То есть, самое, наверное, громкое, это когда в Хевроне доктор поехал головой и расстрелял просто людей в мечети. Ну, да, да. И, ну, как бы он пожизненно и получил пожизненный срок. Да, ну, и вот евреи, евреи, это вот в случае арабина обычно. То есть, до этого особо не было такого, чтобы евреи и евреи убивали. Но вот после арабина вот случилось. Вот. И единственное, что, почему многие там думают, допустим, потому что есть ситуация, что солдат убивает араба. В ситуации где-то не нужно. То есть, нет у них такого, естественно, права убивать безоружных людей. Но это просто по-другому обычно трактуется. То есть, не как теракт, так как превышение должностных полномочий. Как там непрепостанавливать. Ну, короче, там другие статьи, другая история. То есть, есть, допустим, было делалось громкое лоро Азарии. Это человек, который медик. Там была такая, ну, громкая история, которая происходила на наших глазах, когда мы приехали уже. То есть, там была штука, что чувак-палестинец напал, два, по-моему, палестинца напали с ножами на блокпост. Ранили там солдат. Солдат, по-моему, одного убили даже, да? Израильского или ранили только. Не помню. Не помню. То есть, то ли убили, то ли ранили. Короче, и потом одного из палестинцев застрелились на месте, другой сдался. И вот он, значит, лежит там с поднятыми руками, опущенными руками. И приезжает медик и видит, значит, своего друга с ножами, ну, с раной, там, все такое. И, короче, этого палестинца. И он просто психует, берет самую, как его, автомат и убивает этого палестинца. Вот. Естественно, было громко, ну, это все было под камерами сделано. Было громкое дело. Я лично считаю, что его на малого посадили, его посадили на два года всего лишь. То есть, ну, в итоге... Там был большой скандал, он направился тем, что, возможно, у него был там пояс шахида какой-то, и он боялся, что это его взорвет. Ну, то есть, это было такое оправдание защиты. Ну, да. Было долгое, тяжело общество было на две части поделено. Типа, одни говорили, что он же солдат, они же защищают нас, другие говорят, но он убил чувака, то есть, ну, и так далее. Так что это все на живую нитку проходит, то есть, нет такого. Вот. С армией тоже, с армией вообще сложная история, потому что, ну, типа, 18-летний там пацан, девчонка, у него дежурит в, там, в Иерусалиме, где реально на их посты нападают чуваки с ножами. Постоянно. То есть, вот он стоит с этой пушкой, и там идет чувак, допустим, в наушниках араб, который его не слышит, не слышит этого, там, стой, там, стой. То есть, он может реально у него, там, поехать крышу, он может, там, перенервничать, там. Ну, такое бывает. Буквально недавно мы же обсуждали случай, когда убили араба, который шел от психолога чуть-либо, там, что-то такое. Ну, он аутист, он просто испугался, начал бежать. Начал бежать, да, шмальнули спину. Да, 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 то есть, конечно, это все очень грустно и очень ужасно, но это не теракт. То есть, это не было актом запугивания, это будет, ну, другое убийство, скажем так, вот. Все так. Все, больше вопросов нету. Спасибо огромное. Да, если что, трогайте вопросы в обратную связь, есть ссылка на... Да, в обратную связь, комментарии, вот, ну, к прошлому выпуску был комментарий про Харс Пляж Митецим, и мы начали его обсудить, этот вопрос про граффити в этом выпуске, потому что написали, спасибо. Надеюсь, обсудили. Огромное спасибо нашим патронам. Очень приятно, что нас поддерживаете, очень приятно, что количество патронов растет. Если хотите нас поддержать, подпишитесь на патреоне, очень помогает. Расскажу про музыкантку, которую зовут Омер Москович. 29-летняя музыкантка из Тель-Авива. Она из семьи работников театра, то есть там, драматургов, режиссеров. Сама она еще и актриса, и сценаристка. И она очень забавная. Она недавно выпустила второй альбом, который называется «Нистер Эфли Эдер» – «Вступить в клуб». И там есть прямо пара очень крепких хитов, и она выстрелила с песней, которая называется «Аман Тов за Аман Ше Тофло». То есть «Хороший художник, тот, которому хорошо». Где она выстебывает жестко всех мейнстримных художников, которые, ну, идут там, не знаю, на поводу у власти. И она там поет, типа, что «Хороший художник, тот, который извиняется перед властью, если он ее обидел, тот, который не лезет в политику, тот, который, типа, хорошо общается, типа, со всеми, тот, кто платит, типа, свою аренду, тот, который получает хорошие деньги, там, заказы». То есть там прям очень угарная песня, где она крепко поливает всех таких мейнстримных художников, артистов, которые как раз пытаются, знаешь, быть на волне и угодить всем. То есть «Макс Корж», можно так назвать. Израильская бьюти, заканчивали «Макс Коржа». Ну, то есть условно, ну, то есть можно вот так сказать. То есть люди, у которых нет каких-то особых принципов, они просто, просто кайфуют от жизни. То есть «Хороший художник, тот, которому хорошо». Вот он чувствует себя хорошо, и вот поэтому он клевый. И у нее там есть пару еще очень классных песен. И еще она сняла YouTube-сериал короткий, веб, который называется «Sold Out», где она пытается, ну, как, типа, продать концерт, они говорят. То есть она выпустила второй альбом, и она захотела снять себе «Клуб Барби». Это самый большой клуб в Тель-Авиве, который вмещает тысячу человек. И вот там короткие серии по пять минут, где она там сначала пытается договориться с... Приходит к хозяину Барби, такая, я хочу сделать концерт. Она такой, кто-то, говорит, ну, я тут «Москач», у меня второй альбом. Она говорит, а почему я, типа, даже первый твой альбом не слышал? Она такая, ну, это же второй, типа, все будет хорошо. Ну, то есть она какой-то такой стебный сериал, где она там врывается на фотостудию, такая, говорит, я хочу себе суперсекси фотосессию. Он такой фотографий, говорит, да, все классно, говорит, только не поворачивайся лицом к камере. Тогда все получится. Ходится вам на шуточки. Да. Так. Ну, в общем... Ну, Барби, кстати, ей дали. Да, концерт будет как раз в сентябре. Пятого или, по-моему, сентября. То есть он должен был быть в мае, потом, естественно, из-за коронавируса все перенесли. И вот последние даты, кажется, пятого или седьмого сентября. Ну, что-то фиг знает, по-моему, пока, что вообще такого нельзя делать. Лай, может быть, его тоже перенесут, я не знаю. То есть еще посмотрим, вот. Ну, я не проверял, солд-аут или нет, или еще можно купить билеты. Но она прям, она очень клевая, вот, интересная. И я там разрывался между двумя песнями. Вот, я поставлю вам одну, а вот вторую про Амонтов можете найти просто в интернете, послушать. Она тоже очень клевая. Классно. Вот, все так. А, и поет она, собственно, какой-то такой электро-инди-поп, я бы так назвал. Вот. Как скажешь. Так и есть. Спасибо всем, кто дослушал. Мы не уснули во время выпуска. Это нам далось нелегко. Я чуть не умер. Хлеб еще мог уснуть навсегда здесь, даже в диване. Спасибо, что нет, иначе было бы сложно тебя транспортировать отсюда. Да. Вот. Услышанность через неделю. С вами был Макс, Лев, Маша. Все. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok